Слушайте доктора Дмитрий Александрович, вступайте. За последнее время в связи с изменением, в общем-то, подходов в диагностике, лечению, оснащением новым каким-то оборудованием, в общем-то, изменилась не только тактика в профилактике, диагностике, но и, в общем-то, какие-то немножко другие подходы и в лечении в целом. Я думаю, что стоит об этом сегодня поговорить и сориентировать наших слушателей, что возможно в наше время и как правильно поступать. Наверное, слово гостям. Вот, но хочется задать вопрос. Все-таки, почему вот острый коронарный синдром и шимическая болезнь сердца все-таки занимает первое место в структуре смертности нашего населения? Именно в России. Ну, стоит сказать, что это не только в России, это во всем мире, это действительно лидирующая группа смертности среди всех заболеваний. Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте. Сложно сказать, почему. Скорее всего, процесс, который приводит к образованию тросклероз, процесс системы, который приводит к развитию острого коронарного синдрома, не только в нашей популяции, но, наверное, не только в Российской Федерации, но во всем мире достаточно распространен. Александр Васильевич, скажите, а вот с какого примерно возраста вот как раз вот эта патология начинает лидировать? Наверняка, вот, скажем, в возрасте 30-35 лет что-то там другое, может быть, смертность внешних причин, ну, не хочется даже слова смертность говорить, но проблемы, вызванные внешними причинами, а с какого возраста сейчас начинают лидировать заболевания сердечно-сосудистой системы и смещается ли эта планка вниз в последнее время? Есть такая тенденция? Вы знаете, проблема действительно актуальная, и говорить о том, что именно с какого-то возраста начинают доминировать проблемы сердечно-сосудистой системы, наверное, можно. Раньше мы говорили, что мы уделяем большое внимание людям с ишемической болезнью сердца, людям после 40 лет у мужчин и после 50 лет у женщин. Хотя в настоящее время мы зачастую видим молодых людей достаточно 25-30 лет, у которых уже есть острый инфаркт миокарда или острый коронарный синдром. И дело тут, возможно, в наследственной предрасположенности бывают заболевания, которые, например, на семейной гиперхолестериномии, которые проявляются развитием ранних форм атеросклероза, ранних форм инфарктов, инсультов, острого коронарного синдрома. Но, тем не менее, следует сказать, что действительно, ну, наверное, с 30 лет, наверное, уже стоит задуматься людям о проблемах атеросклероза и его осложнениях, в частности, об остром коронарном синдроме. Давайте поподробнее про острый коронарный синдром, что это такое вообще? Ну, если говорить про острый коронарный синдром, это осложнение или обострение ишемической болезни сердца. То есть это любая группа симптомов, признаков, которые заставят человека заподозрить инфаркт или нестабильную стенокардию. Что это, как проявится, на самом деле, для вот обычного человека, на что стоит заострить внимание, к чему стоит быть обязательно готовым, быть к чему настороженным. Ну, во-первых, это когда впервые у человека появляется дискомфорт, неприятное ощущение за грудиной. Что это, вот мне всегда, когда говорят, дискомфорт, неприятное ощущение за грудиной, как это выглядит? У меня столько разных ощущений может возникнуть, как определить, что это такое? Ну, на самом деле, дискомфорт, это очень сложно с чем-то перепутать. Почему? Потому что он имеет четкую какую-то, во-первых, эмоциональную окраску, это сопровождается определенными эмоциональными переживаниями, страхом смерти. Во-вторых, вот все-таки это дискомфорт. То есть у человека прямо вот, да? Когда возникает серьезный приступ стенокардея, весьма вероятно, то есть человеку очень сложно продолжать какую-то физическую активность. Стоит сказать, что в основном приступы стенокардея возникают у людей при физической или психоэмоциональной нагрузке. Так. То есть просто лежа на диване это случается редко? Если это случается типичный приступ лежа на диване, то есть очень серьезный симптом, звонок, это повод для того, чтобы вызвать бригаду скорой помощи. Следует еще рассказать о том, что, ну, наверное, помимо, собственно, вот этого дискомфорта, бывает иногда отраженная боль, а боли могут отдавать в шею, могут отдавать в нижнюю челюсть, может отдавать в левую руку, иногда может отдавать в верхнюю часть живота. А никакие симптомы, да. А бывает бессимптомно? Бывает малосимптомная форма, бывает, конечно, и совсем бессимптомная. Есть люди, у которых очень высокий порог индивидуальной болевой чувствительности, люди, которые страдают с сахарным диабетом, у них восприятие боли немножко изменено. Поэтому они могут, скажем так, не испытывать выраженных неприятных ощущений, а неприятные ощущения могут быть, ну, скажем так, слабо выражены или почти не ощущаться человеком на фоне его обычной жизни. Но если возникает неприятное ощущение, которое вас заставило приготавливать физическую активность какую-то, или неприятное ощущение, скажем так, не колющего характера, не ноющего характера, а именно давящего, жмущего, жгучего характера за грудиной, это был для того, чтобы вызвать бригаду скорой помощи. Это случилось впервые. Лучше в любом случае подстраховаться, в некотором случае, как говорят, перебдеть и вызвать бригаду скорой помощи, провести диагностику и заподозрить острый коронарный синдром, чем лечить осложнения в виде инфарктов и последствий инфарктов. А, то есть, когда, извините, пожалуйста, Дмитрий Александрович, вот когда острый коронарный синдром, это ещё значит, можно успеть, или я что-то не поняла, и не довести это до более каких-то серьёзных, страшных последствий? Вы знаете, самое серьёзное осложнение, которое бывает, это, в общем-то, как вы и говорили, внезапная сердечная смерть. Это мы до эфира говорили, потому что Дмитрий Александрович скинул мне страшную классификацию, и там, пунктом первым, внезапная коронарная смерть, вот-вот, и с этого всё начинается. Я думаю, что прежде чем говорить даже о клинической симптоматике, надо было поговорить, наверное, о профилактике, и, ну, уж коли мы заговорили о лечении, я вспоминаю свой зачёт по кардиологии, я его расскажу, а потом спрошу, это значит, такая весёлая история, когда я зову зачёт, и меня спрашивает профессор, и говорит, скажите, студент, вот вы приехали, и подозревается, скажем, ишемическая болезнь сердца, прогрессирующая, ну, либо острый коронарный синдром. Ваши первые действия? Ну, я говорю, там, может быть, я там на тот момент плохо подготовился, я говорю, нитроглицерин, там, и так далее. Он говорит, нет, неправильно, сейчас два поставлю. Я говорю, ну, как правильно? В итоге, он говорит, аспирин нужно дать сначала, а потом всё остальное. Ну, тогда были такие подходы, это было давно. Всё-таки, если, ну, скажем, в большей степени вероятности, это острый коронарный синдром. А вот, отвечая на ваш вопрос, меня поправят, если я ошибаюсь, ведь если ишемическая болезнь сердца, вот... На ваш вопрос это на мой, на мой сказал. Да, да, да. Есть обратимое состояние, когда ещё не развился инфаркт сердечной мышцы, да, вот тогда нужно профилактировать. Когда инфаркт сердечной мышцы развивается, он необратим. Так в состоянии, в общем-то, и есть и в близкой метроматологии ортопедии, в общем-то, некроз. Так вот, всё-таки, что нужно сделать? Что правильно? Какие лекарства принять? Какую позу занятий? Когда вот возникло это ощущение за грудиной, да, я так понимаю? В любом случае, если такое неприятное ощущение возникло, нужно прекратить любую физическую активность. То есть присесть или прилечь. Расстегнуть ворот рубашки, обеспечить, если он тугой, если обеспечить приток свежего воздуха. По поводу препаратов, вы совершенно правильно отметили, подходы, в принципе, не поменялись. Точно так же, если такой приступ возникает впервые, то самым уникальным препаратом, который до сих пор не потерял своего значения, это нитроглицерин. Обычно его принимают под язык, на одну дозу, под язык, если нет, скажем так, низкого артериального давления. А если есть? Тогда лучше сразу же вызывать скорую помощь, это будет наиболее правильный вариант. Без всяких, даже близко нитроглицеринов и чего там. Дело в том, что если это возникает впервые, то зачастую очень многие люди просто банально не понимают, что с ними происходит. Ну, конечно. Поэтому, если впервые возникает такая боль, лучше перестраховаться и вызвать бригаду скорой помощи, это будет наиболее правильный вариант. Терпеть. Терпеть ни в коем случае боль нельзя. Нет, вот я, ну, я же терплю, пока жду, пока едет скорая помощь. Что можно сделать до приезда скорой помощи, на самом деле? То есть, ну, во-первых, это действительно присесть или прилечь, успокоиться. Если, значит, все-таки неприятные ощущения есть, можно воспользоваться спреем или таблеткой нитроглицерина. Можно принять ее под язык. И если в течение 3-5 минут неприятные ощущения не прошли, можно технически воспользоваться второй дозой спрея. Люди, которые уже имели приступы стенокардии раньше, они прекрасно эту ситуацию знают. Если ситуация затягивается, то есть приступ стенокардии не снялся в течение 2-х, скажем так, с 2-х доз нитроглицерина, обычно берут третью дозу и вызывают сразу же скорую помощь. И сразу же принимают дополнительно 250, то есть пол таблетки, обычно 250 мг аспирина. Все-таки профессор был прав насчет... Абсолютно точно. Аспирин уникальный препарат. Почему? Потому что он спасает ровно столько же жизни, сколько вовремя проведенной тромбоэлитической терапии, которая открывает просвет сосуды. А какое его действие уникальное? Он работает очень быстро и блокирует слепание или агрегацию тромбоцитов. В итоге тромб либо образуется медленнее, либо совсем не образуется. И это спасает действительно огромное количество жизни. Уж кули мы затронули такую вещь, как вот острый коронарный синдром или инфаркт миокарда, стоит сказать, что на самом деле большинство людей погибает даже не в течение первых суток, а в течение первых часов. Поэтому, если такая боль возникла, не нужно думать, не нужно, скажем так, ждать, что пройдет. Лучше все-таки вызвать специалистов. Почему? В их арсенале есть возможность найти электрокардиограммы. Они могут грамотно помочь человеку интерпретировать жалобы, то есть боли, которые есть. Вот на самом деле зачастую человек не специалист, не может правильно интерпретировать. Вы правильно совершенно заметили, что такое дискомфорт, неприятные ощущения. Но лучше все-таки в этом ситуации перестраховаться и вызвать лишний раз скорую помощь, чем потом лечить серьезные осложнения в виде инфарктов и других заболеваний. После скольких лет я должна в своей аптечке обязательно иметь аспирин и нитроглицерин? Ну, после 30. После 30, да, правильно? После 30, да, правильно? После 30. Все вздохнули, смотрели друг на друга. Ну, вам еще не знаю, а нам с Александром точно пора уже. Ну, а если уж мы заговорили о профилактике, это очень важный момент. То есть по большому счету давайте так. То есть когда эта ситуация случается, острый коронарный синдром... А вот можно до профилактики еще? Очень важно. Мы поговорили о том, что принимать, а какие состояния могут, в общем-то, вызывать подобную картину, как, скажем так, боль со стороны сердца? Вот с чем придется, приходится, скажем, вам, как специалисту, либо специалистам, докторам скорой медицинской помощи, вот дифференцировать состояние? Спасибо, Дмитрий Александрович. Это очень хороший вопрос. Почему? Потому что на этом теме, на самом деле, написано очень много монографии. Нет такого человека, у которого не было бы неприятных ощущений в груди. С этим я думаю, что все согласятся, но... И каждый ставил себе такой диагноз, наверное, да? Наверное, у меня с сердцем что-то... Никогда. Вот я единственный, наверное, человек, который никогда про сердце так не думал. Ну, вы знаете, то есть приходится дифференцировать с различными патологиями. Это может быть и патология, ну, скажем так, опорно-двигательного аппарата, банальный остеохондроз, неврология, межребер на частые причины. Могут быть патологии легких, то есть это может быть и пневмонии, могут быть, скажем так, плевриты, могут быть патологии желудочно-кишечного тракта, язвы, гастриты, заболевания пищевода, патологии масса. Но вот поэтому и выделяют диагноз острого коронарного синдрома для того, чтобы дифференцировать уже специалистам. Лучше все-таки заподозрить острый коронарный синдром, то есть какую-то нестабильность инкардию или инфаркт миокарда, как раньше говорили про инфарктное состояние или инфаркт миокарда, и его грамотно дифференцировать уже специалистам. А это всегда боль за грудиной или боль отдающая, я помню, в левую руку, или может быть боль в животе? Вы знаете, на самом деле бывает, что, собственно, за грудиной это типичное расположение, но бывает, что боль может отдавать в левую руку, в нижнюю челюсть. Иногда дело в том, что бывают неприятные ощущения, которые локализуются только в местах радиации, то есть именно в руке, именно в левой половине груди, в шее, может быть, в эпигастре. Такое тоже бывает. Поэтому, еще раз говорю, что лучше бы, чтобы посмотрел специалист, в любом случае, когда есть какие-то сомнения. Ну да, вот хочется, наверное, акцентировать внимание слушателя. Действительно, мы сейчас говорим только о, скажем, первой помощи. Да, конечно. И о той помощи, которая может быть оказана, может быть оказана до приезда специалиста. Да, и мы, в общем-то, сейчас просто помогаем сориентироваться, что правильно сделать, да, что в последующем, ну, скажем так, увеличит шансы на благоприятный или лучший исход. Ну, если позволить, я просто скажу, что любая острая ситуация, в том числе, допустим, острый инфаркт миокарда, решающий вопрос, имеет вопрос времени. Почему? Потому что чем меньше времени прошло от начала боли, чем быстрее человек обратился к специалистам за медицинской помощью, тем больше мы можем сделать для человека. То есть и грамотно полечить, и профилактировать осложнения. Но и, в конце концов, в этом отношении есть такая формула. Время миокарда. Чем больше времени проходит от начала инфаркта, тем больше часть миокарда погибает, что бы мы ни делали. Если мы заговорим про кардиологию, то, ну, скажем так, при остром инфаркте миокарда, время, в течение которого мы можем быстро открыть сосуд и полечить инфаркт миокарда, измеряется в среднем 12 часов. Но иногда этот период... Что значит открыть сосуд? Сделать операцию? Вот по лечению хотелось бы, наверное, поговорить отдельно. Все-таки много интересного и нового произошло. И мне, как, наверное, хирургу, в общем-то, в части приятно, что, в общем-то, хирургия выходит на первое место, наверное, да, мы об этом поговорим. А вот по профилактику поговорить, потому что много будет мнений для того, чтобы не развилась ишемическая болезнь сердца, нужно заниматься спортом, пить немножко там вина каждый день, гулять на свежем воздухе. Кстати, между прочим, про аспирин тоже говорят, что нужно с какого-то возраста тоже принимать аспирин в терапевтических дозах. Если позволите, я просто прокомментирую эту вещь. Почему? Потому что с приемом аспирина для первичной профилактики, то есть когда у нас нет еще ишемической болезни сердца, ну, не все так просто. Лучше, чтобы его назначал специалист. То есть обязательно консультироваться. Почему? Потому что, ну, аспирин все-таки сам по себе могут провоцировать некоторые отрицательные состояния, но когда он показан, его можно и нужно применять. После перенесенного инсульта, после перенесенного инфаркта, если есть, скажем так, серьезные атеросклеротические проблемы с ним по ногам, предположим, или у пациента было перенесено шунтированное стентирование, аспирин – уникальный препарат, который заведомо продляет жизнь. Когда у пациентов или у больного человека, скажем так, нет никаких заболеваний, связанных с серьезными сердечно-сосудистыми катастрофами, атеросклеротических заболеваний, лучше пусть аспирин назначит грамотный специалист, кардиолог или терапевт. У спирина есть еще другие положительные моменты, ну, давайте мы, раз мы говорим о кардиологии, это пока... Что делать с красным вином? С красным вином? Вообще, вещь очень... Сколько? Да, сколько можно? Я 6 граммов. На этой теме, на самом деле, существуют серьезные рекомендации, об этом можно говорить так. Ну, давайте будем, наверное, правильно интерпретировать эти рекомендации, то, что если человек все-таки алкоголь, не только красное вино, просто алкоголь не употребляет, то рекомендовать ему для профилактики сердечно-сосудистых осложнений специально употреблять алкоголь нельзя. Но если человек употребляет алкоголь, то он должен ограничить до умеренных доз, до приемлемых доз, которые будут достаточно безопасны в его ситуации. Не секрет, что, в принципе, вот, если мы уже говорили про красное вино, он содержит антиоксиданты, ресвератул, в частности, который обладает положительными эффектами, в том числе и на сердечно-сосудистую систему. Но те же самые антиоксиданты можно получить и другими путями, ну, например, из овощей или фруктов, из свежих. А по поводу алкоголя, ну, скажем так, что же является безопасной дозой? Да. То есть, если посчитать, то, в принципе, считается, что в пересчете на... Терапевтическая, я бы даже сказал, да. Гомеопатическая, я чувствую, сейчас будет доза, так? Ну, почему? 20 миллилитров чистого алкоголя для женщин в сутки не более, и для мужчин это не более 40 миллилитров, получается, ну, двух доз, 40 миллилитров чистого алкоголя. Что имеется в виду под чистым алкоголем? Ну, чистое, это, ну, такое соотношение, то есть, и дальше можно уже пересчитать на любимый напиток. На что? Ну, то есть, и вот аккумулировать, наконец, рабочую неделю нельзя. Ну, да. Это однократная суточная доза. Значит, вы, давайте, вот, два уже знакомых с этой схемы человека знают, о чем говорят. 20 миллилитров для женщин и 40 миллилитров для мужчин. 40, да, вы сказали? Да, не более 40. Это спирт, вы имеете в виду? Это чистое, это, ну. Хорошо. Это сколько вина получается? Бокал? Бокал вина. Для женщин? Для женщин, ну, может быть, полтора. Полбокала? Полтора? Давайте посчитаем. Сколько? Ну, я думаю, что бокал все-таки, на самом деле. 100 миллилитров вина красного. 100 миллилитров, это даже не бокал, 150 вот обычный. Я сейчас чувствую, что после этого эфира меня... И вот то, что сказал Дмитрий Александрович Курдюмов, что нельзя так, что я там держусь, человек держится неделю, а в конце недели принимают всю дозу за неделю. Так не работает, правда? Я просто хотел бы еще все-таки уточнить еще один момент. Все-таки это безопасная доза, которая в любом случае не рекомендована превышать. А говорить о том, что существует, скажем так, необходимость строгого приема алкоголя для того, чтобы профилактировать всяческую заболевание, это не так. А какая физическая нагрузка считается оптимальной и, в общем-то, является, ну, скажем, такой, сдерживающим фактом развития ишемического ледения сердца, профилактировать? Что? В принципе, это точно так же можно сказать, что вы в любом случае должны делать определенную физическую нагрузку. Если посмотреть, мы, собственно говоря, в обычной жизни ее не достигаем. Оптимально считается физическая нагрузка – это 30-40 минут ежедневной физической активности, быстрая ходьба. Если человек, скажем так, если человек может или ему позволено лечь чем врачом, то 30-40 минут легкого бега. И вот я слышал такое мнение в быту, что нужно доводить частоту терминологического сокращения на какой-то период времени, ну, там, до 120 ударов в минуту и так далее. Что вот если ты будешь держать, то, значит, физическая нагрузка адекватная, сердце работает, ну, в общем-то, является профилактикой. Вот что-то можете по этому поводу прокомментировать? Здесь, я боюсь, что не существует универсальной рекомендации. Почему? Потому что все-таки степень выносливости, степень тренированности у каждого человека своя. То есть всем доводить до 120, наверное, не нужно. Людям пожилого возраста тем более. То есть нужно все-таки посоветоваться с врачом и выбрать индивидуальный темп нагрузки. То есть самое главное, что эта нагрузка должна быть аэробная и нагрузка должна быть динамическая. То есть по-прежнему бег трусцой? Ну, скажем так, дело не только в беге, скажем... И какая-нибудь скандинавская ходьба? Оптимальный вариант, почему бы и нет. Но самое главное, чтобы это было для пользы, то есть человек себя не загонял. Достигать какое-то определенное чистое сокращение, ну, тут очень сложно посоветовать. Ну, я просто хотел развеять эту легенду, потому что часто слышал, меня спрашивают, я сейчас вот, да, значит, у меня сейчас сокращение дойдет до 110, до 120, и хорошо, все, это полезно для сердца. Я тоже удивлялся и думал... Все очень индивидуально, все с врачом, конечно, да? Если у человека есть какие-то проблемы, не только сердечного характера, конечно, лучше проконсультироваться. Смотреть комплекс. Но нагрузка именно динамическая, не статическая, она будет именно кардиотренирующей. Статические нагрузки – это все-таки подъем больших тяжестей, вот такие вещи. Динамические нагрузки – это ходьба, бег, плейсящик, подвольнка, плавание. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Исаков, заведующий отделением неотложной кардиологии Кировской областной клинической больницы. Нам посчастливилось познакомиться с ним, благодаря доктору Курдюбову. И сейчас мы делимся опытом своим. У нас остается буквально 10-12 минут до окончания программы, поэтому вот вы нас так заинтриговали, Дмитрий Александрович, что выяснилось, что сейчас очень шагнули методы хирургического лечения разных заболеваний хронических, сердечных, и в том числе реакции на острые какие-то вещи. Я уж совсем тут не специалист. Но вы расскажите нам, потому что людям очень важно. Я думаю, что максимальное количество населения не посвящено в эти тайны, насколько сейчас по-другому все происходит в лечении этих состояний. Что нового в диагностике и в лечении действительно сейчас. Ну, вы знаете, я хочу сказать, что кардиология за последние буквально 10-20 лет сделала просто гигантский рывок вперед, на самом деле. Это не только во всем мире, но и в Кировской области, и в Российской Федерации в том числе. Ну, если мы будем говорить про ишемическую болезнь сердца, то диагностика стандартная, то есть на догоспитальном этапе это клинические данные, то есть жалобы, которые мы собираем обычно, и коллектор. Это электрокардиограмма. Несмотря на то, что методики больше 100 лет, она до сих пор уникальна, и альтернатив, наверное, у нее не существует. А вот то, что касается на госпитальном этапе, то есть когда человек находится в стационаре, здесь у нас возможности намного больше за последнее время появилось. Это так. Появились методики, когда мы можем активно и посмотреть сосуды сердца, насколько они сужены. Эта методика называется коронарангиография. Ее выполняет в настоящий момент большое количество, и с каждым годом мы все увеличим и увеличим эту возможность. Это что такое? Это обследование сосудов сердца, когда мы можем посмотреть проходимость сосудов. А как это делается? Довольно сложная манипуляция, которая проводится в условиях рентгеноперационной, при этом человек находится в полном сознании. Эта процедура безболезненно делается под местной анестезией. Контраст вводится в коронарные сосуды. Контраст, о котором мы говорили. Это сейчас контраст все чаще и чаще применяется. Да, это то, что планируют выпускать на НОЛЕК в том числе. То, что планируют выпускать на НОЛЕК. Вещь уникальная, почему? Потому что мы всегда имеем возможность перенести диагностическую процедуру в лечебную. Что это означает? То есть в настоящий момент, если, давайте, если будем говорить про серьезный трансмуральный инфаркт миокарда, большой крупный очаговый, то мы очень ограничены во времени. Как говорил, есть формула времени миокард. Чем больше времени проходит, тем меньшую часть миокарда мы можем спасти. Самое главное в этой ситуации открыть просвет сосуда. При формировании большого инфаркта просвет сосуда закрывается тромбом на 100%. То есть блокируется кровоток. Всегда причина это нарушение кровоснабжения. Совершенно верно. Критическое, либо приходящее, то, о чем мы говорим. Поэтому сейчас мы и говорим про коронарографию, когда мы выявляем суженный, либо тромбированный сосуд, который нужно открыть. Либо сразу. И можно сделать это сразу. То есть во время коронароангиографии. Конечно. То есть мы переводим диагностическую процедуру в лечебную. И сейчас, я так понимаю, за последнее время таких два аппарата в областной больнице, да? Два ангиографические комплекса на текущий момент работают как раз на... И вот я хотел отметить, что достаточно сильное отделение кардиохирургии. Вот сейчас и есть с чем сравнить. Талантливая кардиохирургия в Кировской области и рентген-ангиохирургия. Поэтому я думаю, что вот хотел обратить на это внимание, чтобы жители знали, что такая возможность есть. Не буду... Это в областной больнице в нашей, да? Да, в областной больнице. Только пока в областной больнице. А эти два, эти аппараты находятся, они постоянно загружены? Вы знаете, они работают в режиме 365 дней в году. Вон стоп. В 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Именно потому, что это очень эффективный и необходимый аппарат. И я бы сказал, что если мы говорим о неотложной кардиологии, вот именно в остром коронарном синдроме, об инфаркте, Микарда, это вообще уникальная возможность, альтернатив которой вообще не существует. Некоторые страны перешли полностью на методику через кожных коронарных вмешательств. Дело в том, что если сосуд сужен, то единственным способом, каким образом можно его открыть, восстановить его просвет, это является имплантация поддерживающего устройства. Стентирование. Совершенно верно. Стентирование. Так. Есть возможности имплантации после проведения обследования, то есть коронарография, всегда решается вопрос кардиокоманды. То есть привлекается специалист-кардиохирург, специалист-кардиолог, специалист-реаниматолог и специалист-рентгенно-доваскулярный хирург. То есть правильно, вот я еще хочу акцентировать внимание наших слушателей, что лет 10 назад лечение острого коронарного синдрома могло ограничиться нитроглицерином, антиагрегантами, даже нейтромболитиками и кардиологическим отделением. А сейчас... То есть отлежаться, что называется, да? Ну, уменьшить зону некроза наверняка каким-то образом, да. Лекарственная терапия получалась. Да, пережить некроз, да, реабилитироваться, ну и, в общем-то, дальше жить с другой нагрузкой. А сейчас не заканчивается ничего нитроглицерином, только начинается, да, нужно как можно быстрее попасть в сосудистый центр первого уровня, называется, да, при необходимости пройти процедуру исследования на ангиографе, выявить вот эти суженные проблемные участки, затрамбированные, и с помощью хирургии ликвидировать, восстановить кровоток. То есть теперь это рассматривается как 100% инвазивная манипуляция. Я правильно понимаю, да? Совершенно верно. Ну, вот когда мы говорим о кардиокомаде, почему я хотел бы привлечь то, что есть возможность экстренного проведения даже шунтирующих операций теперь в областной больнице, то есть делают ортокоронарное шунтирование по экстренным показаниям у человека, который развивается инфаркт миокарда, либо импланетация стенда. В любом случае это обсуждается коллегиально и решается. Но процедура, предположим, стентирования, она при острых ситуациях, она уникальна, она есть. Она входит в рамки ОМС, да? Совершенно верно. Вопросы, она бесплатна для пациента абсолютно? Абсолютно бесплатна, хотя действительно вопросы такие возникают, но эта процедура абсолютно бесплатна. Я-то думала, что на стентировании очередь стоит, и нужно ждать ее? Нельзя ее ждать. Вот когда ситуация экстренная, ждать ни в коем случае нельзя. Нужно вовремя обращаться. А мы сейчас сегодня как раз про экстренные ситуации говорим. Да, про экстренные ситуации. Такая процедура, собственно, есть и при плановых состояниях, то есть это можно в постинфарктном периоде, но когда мы говорим про острое состояние, это процедура жизнеспасающая. А сколько вот должно пройти, на Ваш взгляд, оптимальное время от начала возникновения острого коронарного синдрома, сосуд затрамбировался, до процедуры, скажем так, имплантации стенда? Ну, существует такой норматив. Вообще, на самом деле, чем меньше времени проходит, тем лучше. 30-40, час? Если это можно будет сделать быстрее, это будет замечательно, но проблема в том, что существуют определенные нормативы, то есть время симптом, баллон, то есть время от начала развития боли до момента раскрывания баллона, который раздувания баллона в коронарной артерии и имплантации стенда. Считается, что это оптимально, если это время будет менее полутора часов. Но, к сожалению, ситуация такая, что, ну, во-первых, многие же все-таки просто, ну, во-первых, не знают, что такое, что за боль, как тоже задавали вопрос, как правильно интерпретировать, обращаются поздно, то есть время уже выпускается. Во-вторых, существуют, ну, определенные временные задержки, ну, скажем так, транспортного характера, мы от этого никуда не денемся. Ну, я, наверное, стоит еще затронуть такую тему, до возникновения боли и приезда скорой помощи, до, скажем, появления пациента в ангиоперационной, ведь еще бывает, что вводятся тромболитики. Да, такая возможность существует. То, чего раньше не делалось, то есть все мероприятия для растворения тромба, выполняется скорая помощь, насколько я понимаю, сейчас, да? Совершенно верно. То есть сейчас считается, что мы обязаны... И тоже бесплатно? Абсолютно верно. То есть мы считаем, что мы должны приближать вот эти все вещи, то есть открыть сосуд, это называется ревоскулиризация. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. То есть когда нет возможности быстро провести через кожное вмешательство, мы проводим тромболизис, то есть это растворение тромба, это делается по показаниям, присутствии противопоказаний, при кодоминской помощи. Это уже появилось, начали широко заниматься у нас в области. Ну, на самом деле, она начала внедряться достаточно давно, а широко на догоспитальном этапе это последние несколько лет. Когда вот сосудистые центры, которые мы... Действительно, это целая идеология, то есть которая включает в себя именно догоспитальный тромболизис. Это тоже важно. Что это значит, когда нет возможности, например, провести... Время доезда в Ибеково, может быть. Считается, что есть определенные нормативы, когда мы... То есть не успеем на стентирование, например, да? Ну, давайте так. Нужно растворить. Если человек находится очень далеко от, скажем так, от ангиографического комплекса, от ангиографического аппарата, существует другая возможность при большом инфаркте, при развивающемся, открыть сосуд, это растворить тромб. Это и проводится. То есть тромб растворяется, но после этого, для того, чтобы устранить причину, бляшку атеросклеротической, которая вызвала поражение, мы все равно этого человека даже после... То есть не полностью, хотя бы частично восстановить кровоток. Чтобы был кровоток, да. Частично и уменьшить зону некроза возможную, да? Но это не решает окончательно. Да, но откладывает. Совершенно верно. Это позволит нам выиграть время, а потом провести в планном порядке, то есть не в планном порядке, а в экстренном порядке, но спустя отложить небольшое количество времени, обычно время менее суток, транспортировать точно так же в оригинальный сосудистый центр и провести уже процедуру коронарографии и стентирования. А к вам из районов так поступают пациенты, да? Вы знаете, да, абсолютно. А вот эту процедуру растворения тромба могут делать не только ваши специалисты, но и в районах тоже области? Или все-таки нет? Эта ситуация такова, что это нужно делать. И даже бригады скорой помощи, фельдшерские, это могут проводить, и это нужно делать. Почему? Потому что это тоже процедура жизнеспасающая. Даже фельдшеры, работающие на скорой помощи, этому обучены. Они способны это делать. Да, часть из них обучены, они должны это делать. То есть это то, что они делают, а потом уже доставляют к вам. Да, де-факто так оно и происходит. То есть существует даже отдалённый район, в которых есть транспортные сложности, но региональные центры... Я ещё хотел задать вопрос, который меня интересует. И время от времени начинает возникать мнение о том, что нужно организовать единый центр интерпретации кардиограмм. Потому что, в общем-то, снять её можно корректно, а интерпретировать может не каждый даже, но именять ещё какой-то необходимый, на взгляд, специалист опыт. Как вы считаете, качество диагностики повысит, и перспективы организации такие существуют? Ну, это называется система теле-КГ. Я думаю, что это будет перспективное внедрение. Это очень, скажем так, процедура, которая поможет в настоящий момент врачам первичного звена, в том числе и фельдшерам, грамотно интерпретировать. Это когда дистанционно можно будет передать, да, и получить консультацию. Нам показывает звукорежиссёр, что у нас буквально две минуты остаётся, да. Это действительно очень хорошая вещь. Но следует сказать, что все фельдшера, врачи, которые осуществляют первичную помощь, пациенту с острым коронарным синдромом, проходит усовершенствование, и в том числе по интерпретации электрокардиограммы. Тем не менее, система, такое внедрение такой системы, это очень полезная и хорошая перспективная вещь. Ну, я понимаю, что у нас вот, несмотря на то, что вот таковые успехи медицины, есть какие-то другие факторы, которые всё-таки увеличивают заболеваемость и смертность от вот этих заболеваний. То есть мы, с одной стороны, делаем всё, чтобы лечить людей, и успевать, с другой стороны, наш безумный темп жизни и стрессы, и экология всё-таки увеличивает процент. Вы знаете, да, я, наверное, попробую ответить на ваши вопросы за место Александра. Я был в одном, скажем так, экспертном кругу, и там обсуждалось, я как был в командировке за рубежом, мнение о том, что очень много тратится на здравоохранение в одной из развитых стран. И она находится на 80-м месте, на что ответили научные сообщества. Вы понимаете, экология, образ жизни и так далее влияют на продолжительность намного больше, нежели здравоохранение, только процентов 10 и 15 уровень здравоохранения на процесс жизни. Но вот даже вот тот процент, который находится в сфере здравоохранения, на него оказывает большое влияние качественная организация помощи больным с острым коронарным синдромом. И здесь, на мой взгляд, произошла революция в последнее время. И я еще раз отмечу компетенцию кардиохирургов областной больницы. Я слышал, что, в общем-то, не только ВМП за счет средств ОМС, но и в перспективе в этом году будет оказаться помощь ВМП за счет средств бюджета федерального и областного. Да, вот была такая информация, что не может не радовать жителей нашего региона. Дмитрий Александрович, про ВМП это высокотехнологичная медицинская помощь, а ОМС обязательно медицинское страхование. Да. То есть по ОМС вот это ВМП, о котором мы сегодня говорили, оказывается бесплатно. Будет доступно все, насколько я понимаю. Вот это отдельная тема, мы обязательно встретимся, поговорим об этом. Я благодарю сегодняшнего нашего гостя Александра Исакова, заведующего отделением неотложной кардиологии Кировской областной клинической больницы, Дмитрий Курдюмов, Светлана Занько. Прощаемся до следующей пятницы. И в следующую пятницу расскажем поподробнее, как мы все-таки будем заниматься нашей страничкой на сайте, потому что, Дмитрий Александрович, там очень много вопросов пришло. Мы не бросаем эти вопросы, мы их будем разрабатывать. Мы сейчас разработчикам дали задание сделать правильную страницу, чтобы наши гости тоже могли с вами пообщаться хотя бы в несколько дней спустя после программы. Мы это делаем, будем об этом вам сообщать. Слушайте нас. До свидания. Всего доброго. До свидания. Слушайте доктора.